Очевидно, что без новых точек роста проблемы не решить. У Вечебщины есть свои уникальные преимущества, которые недоиспользованы, а значит должны, но не дают нужной финансовой отдачи. Это богатые водные и лесные ресурсы. Обширные площади прудоохранных территорий, значимые минерально-сыройевые запасы, глинистого сырья, доломита, торфа, сопропелли, они сегодня, к счастью, нуждаются в разработках и спрос на них есть. Я вот опять же понимаю, что лесистость Витебской области выше, чем какой-то другой, а деревообрабатывающих предприятий, современных, мобильных, хорошо работающих, мало. Поэтому, Александр Михайлович, разберитесь с этим Витебским, какое-то мы модернизировали предприятие, деревообработка. Витеб-вздрев. Витеб-вздрев, оно на вашей совести. Вы должны сделать так, чтобы это предприятие работало, как другие деревообрабатывающие. Надо строить, чего бы ни стоило, вкладывать в модернизацию, развивать новые деревообрабатывающие предприятия. Почему? Потому что у нас свое сырье, во-первых. А во-вторых, мы умеем это делать. Мы умеем и целлюлозу сегодня производить, мы умеем картон производить, все у нас уже есть. Развитые мощности нефтехимической промышленности должны давать импульс производству полимерных строительных материалов. Накопленные компетенции в производстве обуви, ковровых изделий, льнопереработки, пищевой промышленности, проборостроений, станкостроений, текстильный швель промышленности, необходимо конвертировать в реальное развитие и рост объемов производства и продаж. Поставленная мной задача по реализации одного крупного инвестиционного проекта в каждой области весьма актуальна. Я думаю, Александр Михайлович свой проект придумает и создаст. Конечно, завершить уже начатые проекты надо, которые пробуксовывают, оттягивают на себя народные средства. Все они должны заработать на полную мощность и дать людям достойный кусок хлеба, а государству прибыль. Это Оршанский мясокомбинат, льнокомбинат, и Миорский металлопрокатный, заводы, многие другие. Кстати, как я уже обещал, при вашем назначении, Александр Михайлович, я побываю в Миорах, вместе с вами и лично детально знакомлюсь с работой нового завода. На полную мощность должен заработать мультимодальный промышленно-логистический комплекс Болбасова, о котором так много говорилось. К сожалению, ситуация в реальном секторе областной экономики отрицательно сказывается на благосостоянии граждан. Обратите внимание на уровень доходов населения. По средней заработной плате область находится на последних местах среди регионов. Неудивительно, что такие условия непривлекательны для населения региона. Задача новому губернатору и вам поднять доверие жителей к областной власти. Люди должны поверить, что вы не только видите пути развития, но и способны их реализовать. Без этого доверия нам трудно будет решить политический блок вопросов. Это прежде всего рассчитывать на результаты проводимого референдума. Референдум не под Лукашенко. Ну поймите вы наконец, ну не проголосуют за изменения люди новой конституции, останется эта авторитарная конституция. Об этой конституции не только Лукашенко, любой президент будет мечтать. У нас просто это, знаете, немножко сместилось не туда, куда надо. Да, полномочия огромная у президента, но вы на меня загрузили все. А, полномочия, ну на тебе и отвечай за все. Может быть это и правильно, но один человек не может все это тащить на плечах, притом четверть века. Ну и потом. Ну вы же не можете сказать, какой президент будет после Лукашенко. Да, Лукашенко не святой, а если предатель придет? Сейчас же говорливых много. Придут вам такое наобещают, хотя, конечно, общество уже поменялось, но тем не менее. А придя, поделят на куски собственность, которую мы берегли, как зеницу ока. Вы хотите, чтобы бандиты пришли к власти экономической, чтобы у них в руках оказалась собственность? Так тогда через пять лет ждите изменений политического курса. Я не хочу, чтобы наши дети были батраками. Как я часто говорю, мы прошли тот путь, когда из-под плетки не выходили, когда бегали в лаптях и работали на всех. Да, не идеальная ситуация. И президент не идеальный, такой, как вы. Будет меняться общество, будут меняться структуры, органы власти. Поэтому мы проводим Конституцию, потому что еще до выборов, уже помните, два варианта я говорил, мне положили на стол Конституции, я их отверг, потому что там не было никаких изменений. И пришлось взяться за третий вариант. Мы проведем на неделе последнее заседание, дошлифуем что-то и отдадим вам. Решайте. Проголосуйте. Будет новая Конституция. Опасности и настороженности свои я высказал. Я не хочу, чтобы здесь была речь посполитая, от можа до можа, как наши соседи говорят. Они чего хотят? Они хотят всю Беларусь в состав Польши. Не будет этого. Это наша страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова